повторяю номер 529 события дня за 24 5 17 за вчерашний день самое необычное было я поговорил с тиреем пупковым и он согласился увести кухонные наши там как называют их плиты духовки все потеряю когда все загрузили рядом же на сиденье вещи наложили я посмотрел и говорю а почему мне не поехать так быстренько прикинул все успел позвонить там сестре татьяне что если я не вернусь то и съездили вчера и вернулись и уже к четырем были здесь хотя я торопил чтобы успели на занятия так благополучно славно без аварии без сего и отвезли посмотрел и где нужно какое слово там сказал сделал тем более у них вчера там был выпускной вечер за 24 выпускники были потеряевской школы трое ну то есть тамошнюю школу закончили 9 классов вот мне тут владислав марущах подкидывает материалы я их засчитаю хороший материал у меня их не было знать велики наши грехи что лишили нас всего-всего даже самого невинного и для всех возможного это несомненно воздаяние за грехи собственно пастырские за неумение за нежелание пости как следует стадо христова нам указано пости негосподствую над наследием божиим но душу свою полагая за него мы как раз наоборот все пасение полагаем во внешнем владычестве над пасомами в получении с него скверных прибытков в достижении себе почета и славы и прочее прочее одним словом мы извратили самый смысл духовного пастырства и превратили его во владычество мирское за это несомненно и казнице приходится думаю что ведь не один я такой все таковы но разве это оправдание это говорит священномущеник василий соколов умер 1922 году будь неладен тот кто разъединил и разбил древний добрый союз членов церкви как вожделенный для блага нашего о соединении всех господу помолимся чего у нас нет а одно из величайших золх это полицейская приказническая форма в делах церковных она всех охватила и всех закалилась северным холодом и жизнь замерла присмотритесь у нас нет отцов в церкви а что-то страшно надзирательное судебное потому от отцов не тещет детям свет и тепло и дети стоят спиною к отцам кавычки закрыты святитель феофан затворник как будто сегодня все сказано папы только поставить прямо лопается от надмения во времена апостольской миряне и клир находились в самых близких и тесных отношениях христианская церковь каждого города представляла собой братство в буквальном смысле братство в котором все друг друга знали и друг другу помогали поэтому за богослужением мы молимся за патриарха своего епископа и братьев святого храма сего миряне в древней церкви имели определенные права и активно участвовали в делах церкви и не было такой разницы между клиром и мирянами которую мы наблюдаем сейчас церковные писатели третьего века стараются донести до верующих мысль что пастыри и паства едины в единой нераздельной церкви например оригин обращаясь к епископом своего времени он говорит грешит против бога каждый епископ который исполняет свое служение не как раб с прочими сарабами то есть верующими но как господин их в те времена паства и пастырь жили общими интересами клир и миряне составляли одну христову церковь имели одну главу христа и действовали согласно между собою лица составляющие клир были руководителями и пастырями миряне руководимыми и пасомами клир был далек от всяких притязаний на начальственное в обыкновенном слове отношения к мирянам и вообще проводил свое служение в духе братской любви равные миряне были далеки от того чтобы давать приказания своим руководителям пастырем общение между мирянами и клиром было полное клир управлял учил и совершал богослужения миряне принимали участие в избрании членов клира и управление церковными делами разрыв между клиром и мирянами который образовался с течением времени представляет собой печальное явление последних столетий возвышение роли и значения клиры происходило в истории за счет умоления роли и значения мирян в католической церкви это разделение привело в средние века к делению церкви на учащую и учащуюся со временем миряне утратили право выбирать клириков участвовать в суде над лисами приступившими закон церкви их активность делах и жизни церкви значительно снизилась сейчас уже трудно найти тот гармоничный союз клира и мирян который существовал в древней церкви изменилось сознание христиан они перестали ощущать свое единство с клиром дела церковные стали прерогативой пастырей произошло разделение на класс клириков и класс мирян народ церкви перестал ощущать себя активным элементом он занял место пассивного наблюдателя вместо отношений любви и взаимоуважения появились страх и трепет мирян перед своими пастырями и господство пастыря на свою паслу пастырь и пасту перестали ощущать то внутреннее единение единственное стремиться к нему которая отвечала отношения между пастырей и пастырем в ранние времена христианской церкви это все говорит и рей евгений шваб знаю и дальше большинству российского народу российскому без разницы все это проведите опрос как отнесутся люди если вместо патриарха будет папа римский в россии или католические священники будут службу вести в храмах подавляющее большинство лояльно а кто и с радостью к этому отнесутся а уж празы православия путь спасения догматика богословия ущения святых отцов и подавно никто знать не знает и примут католическую погибель со всей душой тем более что у католиков спасение купить можно как селедку на рынке неверие или языческое понимание православия христианство в людях очень печально поэтому святая троица попускает нам грешим такое воссоединение сами священнослужители виноваты в непросвещенности народа в вопросах веры в погоне за количеством совершает святое таинство крещения над неверующими людьми в том числе крещения младенцев которым затем нет дело до бога и вопросов веры что посеешь что и пожнешь революция 1917 года ничем не смогла поправить ничего в умах пастырей все тоже происходит сейчас что и до революции уже камни заговорили а попы все молчат наверное слушать некому от того и молчат те кому правду народу говорит сам бог повелел алексей перетокин вот интересно мне пишут тут письмо здравствуйте игнатий тихонович сегодня ночью прислали получила ваш ответ спаси христос поздравляю вас и во всю вашу общину с праздником вознесения господня посмотрела все ваши ролики за 14 мая литургию детские концерты трапезу отца и кима особенно понравилось ваше слово о православии смотрела ваши ролики радовалась вместе с вами удивила простота в храме с одной стороны и смирение со стороны митрополита когда увидела что владыка сергий в центре храма стоял не на кафедре как обычно принято в наших храмах там всего лишь на коврике я думаю что такие отношения сближают пастыря способами из ролика литургии видите как как о чем впереди мы просчитали об этом речь идет а мы несколько братьев и сестер ездили 14 мая к чудотворной иконе избавительница от бед в женский монастырь где есть святой источник в честь явления этой иконы были храме на службе с 8 до 14 а так что 12 6 часов потом заезжали на источник и купались а по дороге домой еще заезжали в собор города димитровграда где находятся мощи архимандрита гавриила среди нас были люди которые недавно стали ходить в храм одна женщина впервые с нами зашла в церковь на обратном пути бог благословил мне рассказать о вас и ваших приходах а также попутно добавлять места из библии так как многие ее не считали а только евангелие все молчали низ и слушали и только та женщина которая пришла впервые в храм выразила свой протест тем что сказал ну не все ж так могут у меня тоже есть одна знакомая которая также часто ходит в храм я объяснила что никто и не заставляет а что это добровольное дело веры ну знать хороший пример не помешает в паломничестве познакомилась еще с одной молодой женщиной у которой сейчас онкология из-за которой она и пришла к вере бога скоро не предстоит операция да поможет ей господь все перенести и укрепиться в вере вот такие дела игнатий тихонович приятно с вами делиться в хороших событиях но бывает и скорбные после моей поездки в святое место где мне позвонила моя подруга мне позвонила сестра во христе и попросила встречи так как она приехала всего на несколько дней и должна была вскоре уехать то есть она ей позвонила сразу я была не готова встретиться надо было собираться на работу а встречи договорилась на следующий день но мы так и не решили кто кому придет в гости то и отложили на другой день решив созвониться дана еще в этом разговоре она упомянула о крещении у нее произошел спор она брала примеры жития святых а я из библии из вашей книги к истинному православию ссылалась на новый завет с толкованием блаженного фефилакта она сказала что эту книгу она считает весь год а я про себя улыбнулась так как не поверила потому что эту ее книгу новый завет с толкованием блаженного фефилакта я видела она мне показывала книга одна из трех по своему размеру убиралась на моей ладони и по внешнему виду выглядела так как только что вышла из типографии да к тому же я вспомнила как подруга говорила что под окном понимает сердце и где евангелие от матфея 622 светильник для тела есть око а я тогда сказала что не сердце а ум тогда же подумала если подруга считала эту книгу которую по ее словам ей подарила родная сестра 20 лет назад что тоже сомнительно так уж очень хорошо сохранилась книга как только что с прилавка куплено то как же она не знает толкования эта сестра утром ездила к своему доходнику а о чем мне и сказала и я так поняла что она с ним и про крещение беседовала и про меня и поэтому в разговоре со мной она была уже уверена что я не права так все время настаивала обратиться к старцу n и говорила что у меня все это мнение от гордости и когда я снова сказала про вас то она возмутилась я тебя про геннадия слушаю уже два месяца это геннадия это она не имеет ввиду вас игнатий тихонович а почему она не запомнила ваше имя путает или специально называет не знаю да я и сказала ваши слова вы заменили бога священниками на что она сразу же сказала вот это для тебя как раз геннадий бог опять она сделала ошибку после чего разговор мы закончили а я после работы не дотерпев до следующего дня вечером сразу же после работы пошла к этой подруге домой всю дорогу я и звонила но она так и не взяла ни трубку не дом по домофону не ответила ни дверь в квартиру не открыла это было необычно и самое удивительное для меня было то что когда хотела позвонить подруге сразу после работы а в сотовом телефоне ее номер функции имена который был уже давно записан исчез неизвестно куда и как и поэтому пришлось ей телефон ее искать функции все вызовы которые всегда сохраняю тогда я почему-то подумала вот ведь и наши имена могут так на небе быть записаны или стерты а на следующий день я приготовила подруге подарок и вашу книгу к истинному православию взяла для доказательства и собралась к ней в гости чтобы еще и показать ей ваши ролики от 14 мая так как она мне говорила что с компьютером не дружит но предварительно решила позвонить и по привычке зашла на функцию имена и к удивлению увидела снова фамилию сестры я очень долго удивлялась куда она вообще вечером прошлого дня была сокрыта ведь я хорошо смотрела даже сыну про этот случай сказала а он сказал что это я сама могла нечаянно стереть я не умею именно там стирать то ну да ладно может и стерла подумала я а вот кто ее заново написал я ведь не умею мне сын всегда записывает я была здравым умея и хорошо помню что списке не было именно фамилии этой подруги в общем мы созвонились я спросила где была сестра когда я вечером к ней звонила на телефон то и дверь квартиры она оправдывалась на что я не поверила так как знаю ее она также сказала что сильно заболела лежит с утра с давлением что надо идти в больницу я поняла что она не хочет меня принимать мы еще немного пообщались по телефону то и расстались но каждый остался при своем мнении до сестра проговорился что она просто не хотела смотреть ваши ролики то а я то наивный человек подумал что она совсем не умеет пользоваться компьютером в общем я заметила маленькую ложь но как говорится маленькая ложь рождает большую очень жалко что она не дала мне возможности защитить свои доводы так как сказала что по ее мнению крещение без полного погружения имеет силу так как это таинство и священника было сказано три раза слова аминь а я не согласилась с ней и мои последние слова в разговоре были время покажет бог нас рассудит я решила прервать общение с сестрой пока не покаяться а мне остается поминать ее своих молитвах как было и раньше да она еще сказала что я осуждает священников а я просто говорила что ими нарушаются каноны а сегодня зашла дочь в гости и объяснила мне куда мог скрыться номер подруги я поняла но все-таки думаю что ничего не бывает без промысла божия этот случай с номером привел меня к полезному размышлению о небесном пути 10 20 радуйтесь тому что имена ваши записаны на небесах вот чему надо стремиться несколько раз приглашала к себе в гости и двоюродную сестру которая одно время жила с полгода где монастысе монастыре где-то а сейчас ее сын уже год как тоже живет монастырь я хотела про вас рассказать но она всегда отказывается в последнем разговоре она спросила о вашем духовном звании а я и приводила тех о ком она слышала это старец такой-то это это старец такой-то а когда я сказал что вы мирянин а видимо удивилась и сказала да ладно не заморачивайся очень прискорбно что меня мало кто понимает если мне не доверяют то исследовать просто не хотят ведь сказано иоанна 41 1 иоанна возлюбленная не всякому духу верьте но испытывайте духов от бога ли они потому что много уже пророков появилась в мире я сама все исследую а потом и другим рассказывать игнатий тихонович я начинаю вас понимать оказывается не все так мило как смотрится по внешности и вспоминаю слова из евангелия про гробы окрашенные игнатий тихонович смотрела ролики когда вы были потеряевки и вспоминала свою жизнь в селе когда жила с родителями как все таки хорошо в деревне особенно природа приближает нас к богу с большим уважением к вам екатерина прошу ваших молитв и поминаю вас своих веду борьбы со сном екатерина голубева я маленько написал никите заменить воду у голубей протереть тазик и промыть и налить воды полной и закрывашку убрать снять сторону пусть покупаются может быть что даже кто и утонет но остальные попытаются избавиться от насекомых воду меня чаще это не так уж и трудно залез где мои голуби никита там вода темная может так или рассмотрел вчера не успела и не успела ирины цветы к вам принести я договаривался чтобы не посадили возьмите на тележке сходите по деревне цветы можно попросить у всех сделать бы это сразу нужно поливать полисадники будет по-другому вот так вот это события дня конечно главное то что мы съездили вчера сергей объявил занятия по скайпу прекратились до 10 октября ну правильно везде занятия прекращается все разъехались а тут один-два человека только и остались вот немного сказать что у нас тут было о дисциплине можно о церковной дисциплине памятка о том что нужно сразу же сделать в каждом храме и следить за тем чтобы изъятой терния впредь ни под каким видом вновь не произросло первый пункт сразу же повсеместно вести полное оглашение катехизация обучение вере христовой приготовляя людей к святому крещению срок подготовки от нескольких месяцев до пяти лет правила апостола павла 14 кавычки открыты готовящийся к крещению надлежит обучаться вере и в пятый седмицы в пятый день седмицы давать ответ епископу или пресвятерам шестой вселенский собор правило семьдесят восьмое после двух седми седмицы что дальше я показываю как здесь есть это ладихийский собор 45-47 и второе ввести четырех степенную стадию исправления эпитемию церковное наказание плач бывает вне врат молитвенного дома где стоя согрешивший должен просить входящих верующих ну дальше нужно прочитать целиком григорий кисарийский двенадцатое правило священник не накладывающий эпитемию гибнет сам и губит того кого допускает до причастия говорит святой анзлатоуст не укоряющий человека обращающегося от греха помнишь что все мы находимся под эпитемиями серахов 76 принявшие от бога власть решить и вязать должны рассматривать качество грехов и готовность согрешившего к обращению и так употреблять приличный недугу врачевания дабы не соблюдая меры и в том и в другом то не утратить спасение недугу еще ибо не одинаков есть недуг греха но различен и многообразен по все места видно будет или нет тут я просто пропускаю показы 6 вселенский собор 102 правило и дальше еще григорий не кисарийская правило восьмое вот перед вами ну и апостольское правило 73 все я правила излагая к своему оправданию и беззакониях они глаголят что они не должно судить достойными извержениями и дальше все места показать двукратный собор 10 григорий низкого 4 8 12 правило с первой вселенской 12 тоже считать надо правило василия 3 74 стоглав 33 3 ввести в закон постоянную проповедь одну или несколько за каждым богослужением за каждым предстоятели церквей должны дальше проповедовать об этом правило говорят вот так 6 вселенский собор 19 правило проповедую слово настой во время не во время обрещай запрещай увещевай со всяким долготерпением и назиданием 2 тимофей 42 позвонки золотые между ними кругом это не пристанной проповеди как постоянный звон от позвонков колокольчиков при ходьбе все на сегодня я тут один и поэтому неудобно мне считать и не знаю там есть что или нет я отключаю и вы сами отключайтесь все пока на этом а